Я думала, что мы опять живем вот в этом вот протяженном времени. Нет, мы живем от мгновения к мгновению. Однажды я отправилась в пеший погод, поблизости от своего дома. Я живу на горном слое, поблизости от Ванкубера в Канаде. И на этой тропе я отправилась на другой склон горы. Это была тропа, о которой я еще не ходила. Я была по-настоящему счастлива, день был прекрасный. Эта тропа мне была не знакома. У меня была карта, а тропа была какая-то непонятная. И пара я был вверх, то вниз, и склон какой-то густой очень. В каких-то местах приходилось возвращаться обратно. Я цеплялась за дерево, там шаг вверх, шаг вниз, а лестницы не было. И вот я подумала, что вот уже подошла к концу борьбы, и где-то там внизу ручейок. Я его еще не вижу, при этом я понимаю, что тут и на этой тропах. Но где же я на этой тропе? Все очень странно. А потом вдруг я поскользнулась. Поскользнулась, и на пятые точки, поскользнула вниз. И приземлилась. Приземлилась прямо на траву. В самом низу тропы. Я не ударилась, ничего себе не повредила, и это была очень удивлена. Но самое удивительное, если не видно, можете встать, посмотрите на меня. Самое удивительное, это было то, что я вот сижу внизу, а тропа от меня дальше идет вверх. Продолжается с другой стороны. И такая же крутая. И самое удивительное, что с таким же плюхом, с противоположной стороны, вместе со мной, свалился красивый молодой человек. И вот когда мы там вдвоем сидим, смотрим друг на друга, и взгляды наши выражают крайнее удивление. Now, I felt a little embarrassed. I'm an older woman, he's a young man. We're sitting on the grass together. Неудобно немножко, потому что я вот пожилая дама, напротив меня юный кавалер, и мы на травке сидим вдвоем. А вокруг ничего нет, и никого. But as I started to get up, he was laughing. Вот я стала вставать, он смеется. And he went like this. И вот что он сделал. He reached over his shoulder and pulled out a flute. Приложил парензу к бубам, потом из рюкзака вытащил клейки. And right there he started to play. И стал играть какую-то дурашливую мелодию, которая выражала наше глупое состояние. And it was silly, and I started to laugh. И действительно была дурашливая музыка, и я смеялась. But he liked to play with, he was enjoying himself. So as he played, some of the birds heard the flute sound, and they started to call back. А это было хорошо. Он с удовольствием играл, там чирикли какие-то птички, он сыграл птичьи и чирикли. They started to do-do-do-do-do-do-do, he played the birds. Сыграл, как поют птички. And it was quite a conversation. И очень так диалогически. Quite a few birds heard the flute. Довольно много птичек услышали, и вступили в диалог с этой музыкой. Now I was really enjoying this. Мне понравилось. And he just continued. Он просто продолжал играть. See, love is living in the moment, isn't it? Понимаете, любовь – это жить в настоящем моменте. Это подлинное присутствие ко всему тому, что мы можем проживать. Он играл в музыку огромных деревьев, которые росли вокруг. А деревья у нас в Канаде большие. И я увидела, как в его музыке произошла вот эта перемена. И правда, он своей музыкой выражал огромность этих деревьев. Через ветви светило солнце, и он прекрасной мелодией выразил солнечный свет. А потом это сожрался в виде и деревья. Он полностью присутствовал в этом моменте своей жизни. А потом он стал играть музыку неба. Музыка стала мягче, теплее, более открытой. Она становилась все шире и шире, и стало много разных уровней. А я просто сижу и слушаю. И потом, когда он сыграл крещендо, в этом теплом звучании, он просто позволил музыке раствориться в пустоте. Минутку еще посидел, а потом брал крещендо обратно. Но это был совершенно сакральный момент. А это был совершенно сакральный момент. Совершенно другой момент, вообще не похожий на предыдущий. И словами нам нечего было сказать друг другу. То «кто мы» — это выражение нашей жизни. «Кто мы» — это выражение нашей любви. «Кто мы» — это развивающаяся способность к тому, чтобы быть живыми в настоящем моменте. И что же было дальше? А даже было очень просто. Как если бы два мудреца встречали друг друга на какой-то древней тропинке. Мы поклонились друг другу, он мне, а я его. После этого он полез вверх по моей стороне тропы. А я полез вверх по его стороне тропы. Найти свое путешествие героя, по-настоящему насладиться этим путешествием. Спасибо. 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 Спасибо.